ПЕСНЯ Какой должна быть наша вера пред Богом? Иоанна, глава 3, стих 21 В сегодняшнем отрывке из Библии сказано А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны Иоанна, глава 3, стих 21 Люди, которые еще не родились свыше от воды и духа, следуют своим собственным помыслам Человек, следующий своим собственным помыслам, обречен на гибель из-за своих грехов Но стоит нам только отказаться от наших помыслов и обратить наш взор на истину, и мы войдем в истинный свет спасения и будем пребывать в нем Люди мира являются пленниками духовного смятения и неопределенности И пребывают во тьме Вот почему, осознав, что наши души впали в грех, мы должны перестать возлагать надежды на свою собственную волю Но должны возложить всю свою веру на Иисуса, который является истинным светом Только так можно стать Божьими детьми, веруя в Иисуса, который пришел посредством Евангелия воды и духа Благодаря Евангелию воды и духа наш Господь сделал нас, которые некогда принадлежали силам тьмы, детьми самого Бога Эфесянам, глава пятая, стих восьмой Мы должны верить в Евангелие воды и духа А поступающий по правде идет к свету Иоанна, глава третья, стих двадцать первый Если вы верите в Евангелие воды и духа Тогда вы стали человеком, который следует за светом спасения Однако вы должны знать, что люди, которые все еще не следуют Евангелию воды и духа И, как следствие, еще не родились свыше, пребывают во тьме Люди, не следующие за Евангелием воды и духа, следуют только своей воле Истинным светом спасения в этом мире является Иисус, который спас нас от всех наших грехов Посредством Евангелия воды и духа Люди, которые верят, что Иисус сошел на землю Принял крещение от Иоанна Крестителя, чтобы взять на себя все наши грехи Был распят и на третий день воскрес из мертвых Идут к свету спасения Евангелие воды и духа является тем самым светом спасения, в которое мы с вами верим Это Евангелие воды и духа представляет собой прекрасный свет истины, которая спасла нас от грехов этого мира Чтобы уничтожить все наши грехи, наш Господь сошел на землю и зажег над нами свет спасения И этот свет истины является тем самым Евангелием воды и духа Чтобы обрести спасение по вере, мы все должны следовать к свету истины, Евангелию воды и духа Все люди, которые верят в это истинное Евангелие, стали последователями света спасения Однако даже верующие в Евангелие воды и духа могут по-прежнему иногда становиться заложниками своей собственной немощности Верующие также могут поддаваться своим слабостям Однако они все равно возлагают свою веру на свет истины Но те, кто не верят, что Господь сошел в мир и избавил всех грешников от их грехов По-прежнему живут, погрязши в своих беззакониях и пороках Мы нашей верой в Евангелие воды и духа признаем Иисуса нашим спасителем А люди, неправедные перед Богом, не верят в это Евангелие Как сказано в Евангелии от Иоанна Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его Иоанна, глава 3, стих 20 Люди, которые творят зло перед Богом, не верят в свет спасения, поскольку они ненавидят этот свет Все свои усилия эти люди направляют на то, чтобы скрыть свою греховную сущность Бог сказал, что те, кто не следуют к свету истины перед Богом, страшатся, что их нечестивые дела откроются перед ним Было время, когда Южную Корею буквально наводнили шпионы из Северной Кореи На улицах южнокорейских городов были развешаны многочисленные плакаты, призывавшие этих шпионов самим сдаться южнокорейским властям Надписи на этих плакатах гласили «Не дрожите от страха, но сдайтесь добровольно и придите к свету» Точно так же и грешник должен освободиться от бремени своих грехов, веруя в евангельскую истину воды и духа Однако некоторые люди изначально не любят Бога Они не верят в Евангелие воды и духа, хотя и знают о нем И поэтому они не могут освободиться от своих грехов Такие люди любят тьму больше, чем свет Огромное количество людей все еще не в состоянии избавиться от своих грехов, поскольку они не верят в Евангелие воды и духа Люди, которым нравится их греховная сущность, не верят в Евангелие воды и духа Потому что они боятся, что могут открыться и стать явными их нечестивость и порочность Вот почему они пребывают во тьме, всячески пытаясь скрыть свою греховность Мы все должны осознать, что воля Божья для людей заключается в том, чтобы мы уверовали в Евангелие воды и духа И получили прощение всех наших грехов Что сказал нам Бог? Он сказал, что с самого своего рождения человек уже имеет грех в своем сердце Каждый человек является злодейским семенем и появляется на свет, будучи изначально грешником И все эти злодейские семена должны непременно уверовать в Евангелие воды и духа Ни один человек изначально не способен творить добро И поэтому все люди должны уверовать в Евангелие воды и духа Благодаря которому они смогут спастись от своих грехов В Библии сказано Нет праведного ни одного Нет разумевающего Никто не ищет Бога Все совратились с пути До одного негодны Нет делающего добро Нет ни одного Таким образом, каждый человек должен прежде всего признать перед Богом свою греховную сущность Чтобы затем, веруя в евангельское слово воды и духа, обрести спасение, получив прощение своих грехов Кем изначально мы являемся пред Богом? Как вы думаете, люди изначально злы или добры пред Богом? Все люди изначально злы пред Богом Дорогие братья и сестры Каждый человек появляется на свет, уже имея в своем сердце все 12 видов греха На протяжении всей своей жизни люди также постоянно грешат, совершая сегодня одни грехи, а завтра другие Ежедневно мы совершаем не один, но множество грехов И совершая столько грехов, нередко мы даже не осознаем, какой именно грех мы совершили И более того, мы настолько заняты нашими повседневными заботами, что мы просто-напросто забываем о совершенных нами грехах В Библии сказано, что существует 12 видов греха, уже готовых выйти из нашего сердца Марка, глава 7, стихи 21-23 Таким образом, даже если предположить, что мы совершаем только один какой-нибудь грех в день Нам требуется 12 дней, чтобы совершить все те грехи, которые пребывают в наших сердцах Сегодня мы прелюбодействуем, завтра убиваем, затем мы развратничаем, потом богохульствуем, предаемся безумию и так далее Этот круговорот грехов повторяется непрерывно, и мы уже даже не знаем, какие именно грехи мы совершаем И не осознаем, насколько глубоко мы погрязли в своих пороках Бог описал человеческие сердца, как пустые, пребывающие в смятении, неудовлетворенные и погруженные во тьму Бытие, глава 1, стих 2 Иными словами, Бог представил людей средоточием греха, в сердцах которых таятся все мыслимые пороки Будучи такими, люди просто не способны делать добро Поэтому апостол Павел сказал Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю Римлянам, глава 7, стих 19 Поскольку все люди изначально родились грешниками То, как только представляется любой удобный случай Все грехи, спрятанные в глубине человеческих сердец, выходят наружу и заставляют людей грешить Дорогие братья и сестры, яблоня плодоносит яблоками именно потому, что она яблоня То же происходит и в нашей жизни Пока яблоня молодая, она пускает только побеги Но проходят годы, яблоня становится все выше и толще И однажды весной на ней появляются первые цветы И когда они отцветают, то на их месте появляются плоды С наступлением зимы яблоня теряет все свои листья И жизнь в дереве замирает А когда снова приходит весна, ствол дерева вновь наполняется живительными соками Становится толще, появляется еще больше новых побегов И еще больше, чем в прошлом году, расцветает цветов Но что бы произошло, если бы вдруг яблоня сказала себе В этом году я не хочу приносить яблок Я хочу, чтобы вместо яблок на мне выросли груши Однако, как бы яблоня не хотела приносить груши Ничего, кроме яблок, на ней не вырастет На яблоне может быть только яблоневый цвет И пахнуть он должен только яблоками Люди грешат против своей воли И каждый человек творит зло, даже не желая того Потому что все мы являемся грешниками с самого своего рождения Однако, многие не осознают, что они не могут не грешить И изо всех сил пытаются скрыть свою порочную природу и свои грехи В Библии сказано, что люди, которые пытаются скрыть свои порочные сердца И свои мерзкие дела, лицемеры, они не хотят идти к свету Почему? Потому что они боятся, что обнаружится таящееся в их сердцах зло И поэтому они обманывают себя и других, пытаясь казаться добродетельными и благочестивыми Подобные люди должны верить в Божье Евангелие воды и духа Для этого они прежде должны предстать перед Богом И как бы стыдно им ни было исповедаться Ему, говоря Господь, я злобное, порочное существо Но я хочу стать безгрешным перед Тобой И хочу попасть в Царство Небесное по вере в Иисуса Я хочу стать праведным человеком И я хочу принести девять плодов Святого Духа И хотя мне стыдно за самого себя Я все равно хочу верить, что изреченное Иисусом Евангельское слово воды и духа является истиной Так каждый человек должен признать перед Богом, что он является грешником И должен уверовать в Евангелие воды и духа Если мы говорим Господь, Ты был прав, когда сказал А поступающий по правде идет к свету Веруя в это, исследуя слову истины Мы, ранее бродившие во тьме Теперь полностью оправданы перед ним Мы стали светом вовсе не благодаря нашим собственным усилиям Но благодаря самому Богу, который есть свет И который превратил нас, бывших воплощением тьмы, в свет И если мы признаем, что нашей истинной сущностью была тьма То Господь нисходит в наши сердца и озаряет их своим светом Тем самым благословляя нас и делая светом нас самих А поступающий по правде идет к свету Дабы явны были дела его Потому что они в Боге соделаны Иоанна, глава 3, стих 21 Все люди, которые признают Иисуса своим спасителем И верят в Евангелие воды и духа Следуют истине Каждый человек должен следовать к свету истины Тьму любят только такие животные, как летучие мыши Каждый человек должен следовать к свету И все, кто делают это, встречают Иисуса Сущность всех людей одинакова Но исключительно важным является то, в каком направлении они следуют по жизни К свету или во тьму Дорогие братья и сестры Стремитесь ли вы к свету или еще глубже погружаетесь во тьму? От этого зависит, как вы проживете оставшуюся жизнь Люди, которые не родились свыше от воды и духа И не ходят в свете истины Старательно прячутся во тьме И никогда не выходят на свет Поскольку они боятся, что обнаружится их мрачная и омерзительная сущность Продолжая скрывать свое порочное естество Они в конечном итоге окажутся на дороге, ведущей в ад Они будут низвергнуты в преисподнюю, где их ожидают тьма и вечные муки адского пламени Вы хотите, чтобы и вас постигла подобная участь? Слово священного писания является мерилом истины Это слово – сам Бог Вы верите в слово, изреченное Богом и записанное в священном писании Вы верите, что Библия – это слово Божье Земля и все на ней существует только потому, что наш Господь жив Вы должны верить, что этот мир существует только потому, что наш Господь сотворил его Если Бог что-то говорит, вы должны верить в это, как в бесспорную истину Даже если вам нелегко осознать ее вашим разумом Следовать за светом истины для нас означает следовать за Богом Когда триединый Бог решил сотворить людей, он сказал Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле Бытие, глава первая, стих двадцать шестой Наш Бог сотворил человека из пыли, праха земного, и вдохнул ему в ноздри дыхание жизни После этого человек ожил и открыл глаза Этим первым человеком был Адам А женой ему стала Ева Также сотворенная Иисусом Именно от Бога Адам и Ева получили свою жизнь Иисус является Господом нашей жизни Бог сказал Адаму и Еве От всякого дерева в саду ты будешь есть А от дерева познания добра и зла не ешь от него Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь Бытие, глава вторая, стихи шестнадцатый, семнадцатый Но Адам и Ева поддались искушению змея Сатаны И вкусили плодов от дерева познания добра и зла От которого Бог наказал им не есть плодов Так Адам и Ева свернули с пути веры в Слово Божье Будучи искушенными сатаной и свернувшие с истинного пути Они встретили свою смерть в полном соответствии с законом гласящим Ибо возмездие за грех – смерть Римлянам, глава шестая, стих двадцать третий Вот почему каждый человек должен родиться свыше и обрести спасение от всех своих грехов Библия гласит И как человекам положено однажды умереть, а потом суд Евреям, глава девятая, стих двадцать седьмой Поскольку каждый человек впал в грех То в сущности мы все уже мертвы Но Библия говорит нам, что мы должны получить прощение наших грехов И обрести новую жизнь, веруя в Евангелие воды и духа В первый раз, в самом начале, мы получили жизнь от нашего Господа Поэтому сегодня, как и тогда, мы должны снова получить новую жизнь от Господа Если вы хотите признать Иисуса вашим спасителем Вы должны непременно родиться свыше, веруя в Евангелие воды и духа Что является истинным светом спасения в этом мире? В Библии говорится о свете жизни И этот свет, как и сама жизнь, есть никто иной, как Иисус Сам наш Господь сказал в Евангелии от Иоанна Я свет мира Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме Но будет иметь свет жизни Иоанна, глава восьмая, стих двенадцатый Здесь наш Господь говорит о себе, как о свете мира И говорит о том, что Он уничтожил все наши грехи И полностью спас нас от греха Таким образом, истинный свет, свет человечества Есть никто иной, как Иисус Деяния Иисуса, уничтожившего все наши грехи И есть тот самый свет спасения Который воссиял во тьме нашей жизни Вы нашли этот истинный свет спасения? Вы верите в евангельский свет воды и духа? Наш Господь сказал, что люди, которые следуют евангельской истине воды и духа Приходят к свету Когда в Евангелии от Иоанна, глава первая, стих девятый говорится Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир То кто подразумевается под этим истинным светом? Во времена первых апостолов в мире было слишком много людей Которые объявили себя светом Не говоря уже о всевозможных языческих башках и идолах И поэтому апостол Иоанн открыл истину, заявив следующее Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир В мире был, и мир через него начал быть И мир его не познал Пришел к своим, и свои его не приняли А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами божиими Иоанна, глава первая, стихи девятый, двенадцатый Истинный Бог – это Иисус Истинное милосердие – это также Иисус И истинная любовь – это снова Иисус Господом истинного спасения также является Иисус И Он единственный является истинным Богом Дорогие братья и сестры Мы должны следовать к свету, который сияет над каждым из нас Наш Бог говорит нам о двух вещах Во-первых, Он говорит нам Вы – отъявленные грешники Следовательно, согласно моему закону, гласящему, что возмездие за грех является смерть Вы должны быть брошены в ад Если вы все еще не избавились от своих грехов Вам не избежать наказания согласно закону, который гласит Грешники должны быть брошены в ад Но Бог также говорит и следующее Несмотря на все это, мне стало настолько жаль вас, что я сам решил спасти вас Я уничтожил все ваши грехи И Бог не спаслал нам Евангелие воды и духа Чтобы мы могли спастись от всех наших грехов Вы верите в это Евангелие? Дорогие братья и сестры Тот факт, что сам Бог обращается к каждому из нас И является светом истины Только следуя к этому свету Мы можем спастись от наших грехов Несмотря на то, что люди все еще следуют по пути, ведущему во тьму Мы никогда не должны становиться на этот путь Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир Иоанна, глава 1, стих 9 Этим светом истины является Иисус Бог сотворил мир И в течение 33 лет пребывал на этой земле Как человек За 33 года своей жизни на этой земле Иисус совершил все свои деяния По спасению всего человечества от грехов Посредством слова воды, крови и духа А затем на глазах своих учеников Он вознесся на небо Но даже после вознесения в Царство Небесное История его спасения на этой планете Все еще продолжается Вот почему вся история человечества принадлежит Иисусу Господь говорит нам о том, что Он осветил светом спасения каждого из нас Он также говорит о том, что Он был в этом мире и что мир был сотворен им самим Но мир не познал Господа и Его народ не принял Его, даже когда Он пришел на эту землю Тем не менее, люди, принимающие то, что Иисус сделал на этой земле И признающие Его Богом, могут стать Божьими детьми Божий народ, люди, которые родились свыше от воды и духа, принимают Иисуса Они следуют за истинным светом и принимают этот свет Люди, которые следуют истине Евангелия воды и духа, принимают свет Те же, кто пребывают во тьме, не стремятся к свету Потому что они боятся, что обнаружится их греховная сущность И напротив, люди, стремящиеся к свету, непоколебимо верят, что все, сказанное Господом, является верным Даже если свет истины обличит в них зло Таким образом, обретя благодать, они становятся праведниками и Божьими детьми Его славным народом Люди, которые следуют за светом истины и принимают Его, верят в Евангелие воды и духа Кто же эти люди, которые принимают, дарованное Иисусом, Евангелие воды и духа? Это люди, которые верят только в Божье Слово и следуют только этому Слову Абсолютно не принимая во внимание человеческие рассуждения и человеческую логику Они верят только в Божье Слово и следуют только Ему, чтобы не говорили им люди мира Таким образом, лишь те, кто твердо верят в Божье Слово истины и следуют только Ему Могут родиться свыше, стать безгрешными и войти в Царство Божье Однако те, кто наряду с верой в Божье Слово, по-прежнему придают значение тому, что, говорят люди, являются обманутыми сатаной И они не могут ни родиться свыше, ни войти в Царство Божье И если эти люди не откажутся от своих человеческих рассуждений и умствований То в конечном итоге они непременно погибнут, несмотря на их веру в Иисуса Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду Матфея, глава 3, стих 15 В Евангелии от Матфея, глава 3, стихи 15-16 говорится Но Иисус сказал ему в ответ Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду Тогда Иоанн допускает его И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды И все отверзлись ему небеса И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него В данном случае слова «исполнить всякую правду» означают совершить все праведные дела по спасению людей от их грехов Именно для того, чтобы совершить все эти праведные дела Иисус во время своего крещения взял на себя все без исключения грехи человека Это было самое первое, что Иисус сделал для нашего спасения Он принял крещение для того, чтобы уничтожить все грехи каждого человека на земле Сейчас мы должны четко знать и понимать, почему был крещен Иисус И должны верить в это Иисус пришел в этот мир и озарил светом истины каждого человека, живущего на этой земле Иоанна, глава первая, стих девятый Иными словами, наш Бог не спасал нам дар благодати Крещение Иисуса, которое Он принял, чтобы взять на себя все грехи людей Чтобы каждый человек, веруя в Него, мог вновь обратиться к Богу и войти в Царство Небесное Теперь мы исполнены Его благодати и истины Наш Господь исполнил всю праведность То есть выполнил все свои праведные деяния Он взял на себя все грехи всех людей на земле Прелюбодеи, не способные обуздать свою похоть Воры, не могущие противостоять своей алчности Лжецы, говорящие неправду всякий раз, когда они раскрывают рот Иисус принял крещение, чтобы взять на себя все их грехи, которые они совершают на протяжении своей жизни Мы все являемся подобными людьми, которые не могут не грешить Именно для того, чтобы исполнить всю Божью праведность, Иоанн Креститель и крестил Иисуса Иоанн Креститель является первосвященником всего человечества Крещение, принятое Иисусом, было обрядом, во время которого Иоанн Креститель возложил свои руки на его голову И тем самым раз и навсегда передал ему все грехи мира После возложения рук Иисус должен был войти в воды реки Иордан И снова выйти на берег Но почему он должен был принять крещение именно на реке Иордан? Потому что река Иордан – это река смерти А поскольку возмездие за грех является смерть И мы должны быть преданы смерти и брошены в преисподнюю за наши грехи То Иисус пришел на эту реку Реку смерти И принял крещение от Иоанна Крестителя Иисус не был крещен случайно выбранным человеком Но принял крещение от Иоанна Крестителя Первосвященника всего человечества Которого для этой цели приготовил сам Бог Поскольку в момент крещения Иисуса должна была исполниться вся его праведность Итак, Иоанн Креститель совершил над Иисусом обряд возложения рук Возложить руки означает передать что-либо кому-либо Что в таком случае было передано Иисусу, когда руки Иоанна были возложены на его голову? Подобно тому, как во времена Ветхого Завета Грехи израильтян переходили на жертвенное животное Когда первосвященник возлагал руки на его голову И подобно тому, как затем жертвенное животное Предавалось смерти вместо грешных израильтян Точно так и Иоанн Креститель возложением рук на голову Иисуса Передал ему все грехи людей в этом мире Иисус же, в свою очередь, вместо людей понес наказание за эти грехи Будучи распятым на кресте Именно в момент крещения Иисус и взял на себя все наши грехи Слово Божье гласит, что Иисус был крещен Иоанном Крестителем Чтобы исполнить всякую правду Матфея, глава 3, стих 15 То есть исполнить все праведные деяния по спасению людей от их грехов Способом, который Бог избрал для уничтожения грехов людей Стало крещение Иисуса Иоанном Крестителем Только после того, как Иисус сошел на землю и принял крещение Все грехи людей смогли перейти на Него Вы верите, что Иисус был крещен и распят Для того, чтобы Бог мог не спасать нам совершенный дар спасения? Люди, которые верят в эту евангельскую истину, воды и духа Идут к свету и следуют за этим светом Чтобы исполнить всю праведность Наш Господь принял крещение И посредством этого крещения Он взял на себя все грехи каждого человека на земле Не оставив ни одного Он взял на себя все грехи без исключения От первородного греха, который все люди наследуют Еще в утробе своих матерей До всех грехов людей, которые они совершали Или еще совершат, прежде чем наступит их последний день Каждый человек должен признавать истину воды и духа Гласящую, что Иисус, будучи крещенным Взял на себя все наши грехи и умер на кресте Чтобы даровать нам совершенное спасение Это спасение стало возможным, потому что наш Господь является истинным светом Который озаряет всех, кто верит в Него Он одарил людей своей благодатью Прощение грехов, которое делает их Божьими детьми Каждый человек, который верит в исполненное Богом Евангелие воды и духа Получит прощение всех своих грехов Вы верите в это? Человек получает прощение своих грехов Веруя в Евангелие воды и духа Мы получаем прощение наших грехов Не благодаря нашим добрым делам Но благодаря вере в то, что Иисус сделал для нас Приняв крещение на реке Иордан Наш Господь взял на себя все грехи людей Матфея, глава 3, стих 15 Что произошло с нашими грехами? Они все перешли на голову Иисуса Поскольку все наши грехи Иисус взял на себя То, согласно закону, который Он сам же и установил И который гласит, что возмездием за грех является смерть Иисус должен был быть приговорен к смерти И только после того, как Он вместо нас перенес всяческие унижения И неимоверные страдания Мы смогли обрести полное спасение Давайте обратимся к тому Что сказал нам Господь В Евангелии от Иоанна написано И Слово стало плотью и обитало с нами Полное благодати и истины И мы видели славу Его Славу, как единородного от Отца Иоанна, глава 1, стих 14 Иисус действительно полон благодати и истины Далее в Евангелии от Иоанна мы находим следующие строки На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса И говорит Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира Иоанна, глава 1, стих 29 Мы должны оставить всякие мысли о том Что мы можем спастись от своих грехов Благодаря нашим собственным усилиям и стараниям Вместо того, чтобы вынашивать подобные мысли Мы должны внимательно прислушиваться к тому Что говорит Бог И верить в это слово истины Иисус стал Агнцем Божьим Который посредством крещения Взял на себя все грехи этого мира Мы должны спокойно, не спеша Разобраться, что именно Он сделал для нас Мы можем получить прощение наших грехов Потому что Иисус спас нас От всех наших грехов Но если бы Ему не удалось спасти нас Мы по-прежнему заслуживали бы муки ада Иными словами, наше будущее полностью зависит от Спасителя Мы все появились на свет Уже будучи грешниками Поскольку унаследовали грех от своих родителей Но, как сказано в Библии Иисус полностью спас нас От всех наших грехов Посему, как преступлением одного Всем человеком осуждение Так, правдою одного Всем человеком оправдание к жизни Ибо, как непослушанием одного человека Сделались многие грешными Так и послушанием одного Сделаются праведными многие Римлянам, глава 5, стихи 18-19 Таким образом, если Иисус спасает нас Мы получаем прощение всех наших грехов И становимся праведниками Но, если Ему не удается спасти нас Тогда нам не избежать адского пламени Как бы мы не верили в Него Евангелие воды и духа является истиной Благодаря которой наш Господь Уничтожил все грехи этого мира Другой день, о котором идет речь в Евангелии От Иоанна, глава 1, стих 29 Это следующий день после крещения Иисуса Иоанном Крестителем На следующий день после того, как Иисус был крещен Иоанном Крестителем Иоанн, видя идущего к нему Иисуса, сказал Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира Мы должны обратить пристальное внимание на то, что наш Господь сделал для нас Вместо того, чтобы полагаться на свои собственные умозаключения Мы должны идти навстречу Господу, веруя в истину Евангелия Евангелия воды и духа, неспосланного нам Иисусом Ибо, как сказано в Библии, поступающий по правде идет к свету В Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16 сказано Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную В данном случае, под словом «мир» Бог имеет в виду всех людей, которые когда-либо рождались на этой земле Иначе говоря, Иисус полюбил нас безграничной любовью Бог настолько сильно полюбил людей, что послал к нам своего собственного сына Наказал ему взять на себя все наши грехи И в наказание за грех он вместо людей предал смерти своего сына Мы должны осознавать, какая именно любовь была дарована нам, Богом Осознав это, мы сможем получить прощение всех наших грехов И обрести вечную жизнь, что позволит нам стать Божьими детьми Божье спасение заключается в том, что Иисус сошел на землю во плоти человека По достижении 30 лет взял на себя все грехи людей на реке Иордан Понес все эти грехи на крест и, понеся вместо нас наказание, умер на кресте Это Евангелие света озаряет истину, гласящую, что Иисус взял на себя и уничтожил все грехи этого мира Поэтому, веруя в Евангелие воды и духа, мы можем стать детьми света и вечно пребывать в Иисусе, который есть свет Дорогие братья и сестры, Иисус взял на себя все грехи этого мира Разве Иисус не взял на себя и ваши грехи? Да, Он взял на себя и ваши грехи Сколько же грехов мы совершаем? Мы все наследуем грех с самого момента нашего появления на свет Еще, будучи детьми, мы уже совершили множество грехов Разве эти грехи не относятся к грехам мира? Конечно, относятся Так, взял ли Иисус на себя эти грехи? Да, Он уже взял на себя и эти грехи Когда Он это сделал? Он взял на себя все грехи задолго до нашего рождения Почти две тысячи лет назад В тот момент, когда Он принял крещение А как быть с теми годами, когда мы были подростками? Грешили ли мы в юном возрасте? Конечно, грешили Становясь старше, мы приносим все больше и больше плодов греха Чем старше становится человек, тем более жадным он становится до греха Ему хочется грешить еще больше И поскольку грешники принадлежат тьме Они чувствуют себя уютно со всеми своими грехами И сколько бы они ни грешили Они стремятся совершать все больше и больше грехов Такова природа человека Его врожденная сущность Но, несмотря на это, все же есть люди Которые, веруя в евангельское слово, воды и духа И получив прощение своих грехов Идут к свету Поскольку они верят в истину Свет – это сам Бог Который уничтожил все наши грехи И идти к свету Означает верить в то, что Бог сделал для нас Каждый человек, который обрел спасение Веруя в это, любит свет И идет к свету, признавая свои грехи И передавая их Богу Человек, который хочет получить прощение своих грехов Должен прежде признать эти грехи И свою греховную сущность перед Богом Честно сказав при этом Боже, я совершил великое множество грехов Я совершил столько грехов в моей прошлой жизни Что мне стыдно говорить о них У меня пальцев на руках не хватит Чтобы перечислить хотя бы самые ужасные грехи Которые я совершил Мы часто забываем о нашей греховности Тому есть несколько причин В том числе и наша забывчивость Но главной причиной является то, что мы немеренно пытаемся забыть наше греховное прошлое Мы столь великодушны к самим себе, что совершенно спокойно воспринимаем наши собственные пороки Но когда речь заходит о прегрешениях других людей То здесь мы даем волю своему праведному гневу И никогда не упустим возможности Уличить другого человека в его грехах В Корее есть поговорка, гласящая Если какой-то человек изменяет своей жене, то это прелюбодеяние А если у меня самого есть интрижка на стороне, тогда это просто любовное приключение Эта поговорка служит яркой иллюстрацией того, насколько снисходительно и терпимо мы относимся к нашим собственным порокам и прегрешениям Как бы там ни было, все грехи, которые мы совершили в прошлом, независимо от того, были они преднамеренными или случайными Являются грехами, которые мы совершили в этом мире Однако Иисус уничтожил все подобные грехи Грехи этого мира Еще до того, как мы родились на этой земле Наш Господь знал, что мы будем грешить до самой смерти И, зная это, Он взял на Себя даже те грехи, которые нам еще только предстоит совершить Вот почему в Библии сказано, что наш Господь Иисус полон благодати и истины И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца Иоанна, глава 1, стих 14 Вы верите в это слово? Иисус взял на Себя и уничтожил все наши грехи Окончательно и бесповоротно Иоанн Креститель, передав наши грехи Иисусу, свидетельствовал Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира Иоанна, глава 1, стих 29 Все грехи, которые мы совершаем, живя в этом мире, являются грехами мира Только в том случае, если мы верим, что все грехи, совершенные не только нами, но и людьми, которые были до нас и будут после нас, перешли на Иисуса Мы можем избавиться от грехов этого мира и жить подобно сияющему свету Дорогие братья и сестры Иисус сказал А поступающий по правде идет к свету Все люди, которые идут к свету, веруя в то, что Иисус, сам Бог, истинный свет и истинный Спаситель Сделал для них, получат прощение всех своих грехов Каждый человек, который сегодня верит в Слово, получит прощение своих грехов по вере Наша жизнь еще не закончилась Но рано или поздно мы все умрем Библия говорит, что всем людям предопределено однажды родиться и однажды умереть А после этого будет суд Евреям, глава 9, стих 27 Если нам действительно предназначено однажды родиться и однажды умереть То тех из нас, которые родились свыше по вере в Евангелие воды и духа Ждет не суд, а вечная жизнь в Царстве Небесном Дорогие братья и сестры В Библии сказано Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира Иоанна, глава 1, стих 29 Это означает, что Евангелие воды и духа является светом Наш Господь принял крещение, благодаря которому Он взял на себя все наши грехи и смыл их кровью на кресте Так остался ли грех в этом мире? В этом мире больше нет греха Перешли ли все наши грехи на Иисуса? Да, все наши грехи перешли на Иисуса И поскольку все грехи наших сердец перешли на Иисуса То теперь мы получили прощение наших грехов по вере И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца Иоанна, глава 1, стих 14 Иисус, единородный Сын Божий, который полон благодати и истины Уничтожил все наши грехи, будучи крещенным и пролив свою кровь на кресте Это Евангелие воды и духа Единственным истинным светом в этом мире является только Иисус И чтобы спасти нас, Он принял крещение и смерть Это и есть свет спасения и настоящая истина Иисус, сам Бог и наш Спаситель, никогда не лжет И потому в полном соответствии с Его обещанием, которое Он дал еще до сотворения мира Он сам раз и навсегда совершил наше спасение Исполнив всю праведность, наш Господь раз и навсегда избавил нас от всех наших грехов В Евангелии от Иоанна говорится Но они закричали Возьми, возьми, распни его Пилат говорит им Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали Нет, у нас царя, кроме кесаря Тогда, наконец, Он предал его им на распятие И взяли Иисуса и повели И, неся крест свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа Там распяли его И с ним двух других По ту и по другую сторону А посреди Иисуса Иоанна, глава 19, стихи 15-18 Далее в Евангелии от Иоанна сказано следующее После того Иисус, зная, что уже все совершилось Да сбудется Писание, говорит Жажду Тут стоял сосуд, полный уксуса Воины, напоив уксусом губку И наложив на исоп Поднесли к устам его Когда же Иисус вкусил уксуса Сказал Совершилось И, преклонив голову Предал дух Иоанна, глава 19, стихи 28-30 А вы следуете за светом? Верите ли вы в Евангелие воды и духа? Может ли каждый из вас принять в свое сердце Слово, гласящее, что посредством своего крещения и крови на кресте Иисус раз и навсегда уничтожил все грехи этого мира В Библии сказано Что человек, который следует за Богом Идет к свету истины Тот, кто родился свыше от воды и духа Следует за нашим Господом Люди, которые стали праведниками Веруя в то, что сделал для них Господь С радостью возносят хвалу Господу Через три года после своего крещения Иисус был распят на кресте Пролил свою кровь И перед тем, как умереть Сказал Совершилось Затем на третий день В полном соответствии со своим обещанием Он воскрес Воскресшего Иисуса Который явил себя одиннадцати апостолам Видели около пятисот братьев одновременно Первое Коринфянам Глава пятнадцатая Стих шестой В течение сорока дней Он свидетельствовал о Царстве Божьем А в конце пообещал Подобно тому, как я вознесся Так я и вернусь В Библии сказано Что он непременно снова придет На эту землю Все грядет с облаками И узрит его всякое око И те, которые пронзили его И возрыдают пред ним все племена земные Откровение Глава первая Стих седьмой Несмотря на то, что в первый раз Наш Господь пришел на эту землю Будучи рожденным в хлеву В маленьком городке И уничтожил все наши грехи Самым совершенным Но не сопровождавшимся Излишним шумом способом Библия говорит нам Что вернется он Во всем великолепии Которое приличествует его Сану царя царей И Господа судного дня Таким образом Каждый человек должен верить в истину Гласящую Что Иисус раз и навсегда Уничтожил все наши грехи Всем тем, кто верит в свет Бог позволил облачиться В благодать прощения грехов Ибо так возлюбил Бог мир Что отдал Сына Своего Единородного Дабы всякий, верующий в Него, не погиб Но имел жизнь вечную Иоанна, глава 3, стих 16 Иисус сказал, что Бог послал Своего Сына на эту землю Не для того, чтобы судить мир Но чтобы через Него мир был спасен Иоанна, глава 3, стих 17 Однако тот человек, который не верит В дарованное Иисусом Евангелие воды и духа А вместо этого до конца своих дней Следует по неправедному пути Будет непременно осужден Поскольку множество людей не верят В имя Единородного Сына Божьего То они уже осуждены В Библии сказано Суд же состоит в том Что свет пришел в мир Но люди более возлюбили тьму Нежели свет Потому что дела их были злы Ибо всякий, делающий злое Ненавидит свет И не идет к свету Чтобы не обличились дела его Потому что они злы Иоанна, глава 3, стихи 19-20 В данном случае слова Делающие злое Означают человека Который не верит в свет Отказ уверовать в свет И принять в свое сердце спасение Которое Господь совершил для нас Является тягчайшим Из всех грехов Я искренне надеюсь Что ни одного из вас Не постигнет участь людей Совершающих подобный грех Библия гласит Что Бог послал своего Сына в этот мир Не для того, чтобы его судить Иисус пришел на эту землю Не для того, чтобы судить нас, людей Он пришел на эту землю Чтобы открыть врата Царства Небесного Душам людей, верующих в Его праведные дела Посредством которых Он полностью уничтожил все наши грехи Поэтому Иисус является истинным светом Который спасает нас от наших грехов Всемогущий Бог, который уничтожил все наши грехи Это никто иной, как Иисус Следовательно, никто другой не может быть нашим спасителем Ни один велеречивый говорун Не может быть нашим спасителем И ни одна доктрина Или новоиспеченное направление в христианстве Не могут быть настоящей истиной Наш Господь, Создатель, Который сотворил эту вселенную И единственный спаситель, Который пришел на эту землю Когда Слово обрело плоть И пребывал среди нас для спасения людей Погрязших в трясине своих пороков и беззаконий Только Иисус смог уничтожить все наши грехи Иисус настолько возлюбил людей Что оставил свой небесный престол славы Сошел на землю в образе смиренного человека Из плоти и крови И приняв крещение Взял на себя все наши грехи Отныне каждый человек Может раз и навсегда Спастись от всех своих грехов Веруя в Евангелие воды и духа Вот вы читаете эту книгу Но получили ли вы прощение ваших грехов Что касается меня самого Я стал праведным человеком Веруя в Евангелие воды и духа В свет спасения Дорогие братья и сестры Все, что Бог сделал для нас Придя на эту землю Является светом спасения Собратья Почему наш Господь Должен был прийти на эту землю Во плоти человека И зачем ему нужно было Принимать крещение Почему в Библии Так часто встречается Упоминание о том Что Иисус был крещен Иоанном Крестителем Почему говорится Что приняв крещение Иисус взял на себя Все грехи этого мира Почему апостол Иоанн Свидетельствует об Иоанне Крестителе Почему Иисус должен был Умереть на кресте Почему умирая Иисус сказал Совершилось Дорогие братья и сестры Сегодня я подробно Рассказал вам о том Что является Светом истины Я объяснил вам Суть истины Подлинного Евангелия В Библии затрагивается Множество различных тем Но сегодня я свидетельствовал вам О свете О том, что наш Господь Пришел на эту землю И спас нас И я рассказал вам Об истине Его деяний Благодаря которым Он полностью Спас нас От всех наших грехов Отныне Наше спасение Зависит от того Верим ли мы В Евангелии воды и духа Есть свет Который озаряет Каждого человека Иоанна Глава первая Стих девятый И всем Кто принимает его Верует в его имя Он дает право Быть божьими детьми Иоанна Глава первая Стих двенадцатый Вы верите В Евангелие воды и духа Каждый из вас Должен верить В эту истину Если вы не верите В нее Тогда вы Обречены Оказаться в аду Каждый человек Будь то Мужчина Или женщина Должен следовать За Иисусом Который является Самим Богом Спасителем И истинным светом Следовать за светом Означает верить В слово Писания Рассказывающие О праведных делах Господних Которые он Совершил ради нас Людей Посещая для этого Божью церковь Где проповедуют Истину О делах Нашего Господа Внимая Этой истине И Научаясь От нее В этом мире Многие люди Считают себя Лучше Иисуса Сегодня Сегодня у них Хватает наглости Называть себя Божьими слугами И это Несмотря на то Что они Понятия не имеют О Евангелии Воды и Духа Они заняты Лишь Всяческим Восхвалением И выпячиванием Своих Собственных Добродетелей И благочестия Не понимая Того Что только Неспосланные Нам Иисусом Евангельское Слово Воды И Духа Является Истиной Эти люди Ведут себя Так Словно Они могут Спасти Других Людей В частности В этом мире Есть Немало Людей Которые Утверждают Что они Проповедуют Евангелие Но мы Нуждаемся Не в тех Фальшивых Евангелиях Которые Проповедуют Эти люди Но в Истинном Евангелии Евангелии Воды И Духа Мне Очень Не хотелось Бы Чтобы Вы Оказались Обманутыми Подобными Людьми И Остались Бы Со Своими Грехами Будучи Обреченными На Вечное Пребывание Во Тьме Чтобы Взять На себя Все Наши Грехи И Вместо Нас Понести Наказание За Них Иисус Должен Был Принять Крещение От Иоанна Крестителя Если Бы Он Умер На Кресте Не Будучи Прежде Крещеным Его Смерть Была Бы Напрасной Эта Смерть Оказалась Бы Напрасной Именно Потому Что Она Не Соответствовала Бы Закону Спасения Который Сам Бог И Установил В Библии Сказано Что Наш Господь Был Полон Благодати И Истины И Поэтому Он Раз И Навсегда Взял На себя Все Наши Грехи И Мы Принимая Эту Истину В Наши Сердца Получим Прощение Наших Грехов И Будем Проповедовать Евангелие Другим Людям Дорогие Братья И Сестры Я Верю В Евангелие Воды И Духа В этом мире Нет Ни Одного Человека Которому Вы Могли Бы Верить Люди Постоянно Меняются И Поэтому Все Что Исходит От Человека Не Может Быть Настоящей Истиной Мы Должны Верить В Евангелие Воды И Духа Спасение Которое Совершил Наш Господь Потому Что Только Оно Является Подлинной Истиной Если Речь Заходит О том Чтобы Следовать За Светом То Вера В Евангелие Является Теми Самыми Вратами Через Которые Должен Пройти Человек Но Тот Человек Является Подлинным Светом Истины И Спасителем Который Сошел На Эту Землю Вы Верите В то Что Сказал Иисус В Евангелии От Иоанна Глава Третья Стих Шестнадцатый Ибо Так Возлюбил Бог Мир Что Отдал Сына Своего Единородного Дабы Всякий Верующий В него Не погиб Но Имел Жизнь Вечную Когда У людей Которые Утверждают Что Обрели Вечную Жизнь Не веруя В это Слово Спрашивают Вы Стали Праведниками Они Отвечают Как Я мог Стать Праведником Каким Образом Такое Немощное И Несостоятельное Существо Как Человек Вообще Может Претендовать На Праведность И Хотя Многие Люди Задаются Вопросом Как Я мог Стать Праведником Те Кто Следуют Истине Даже Будучи Слабыми И Несостоятельными Людьми Могут С уверенностью Сказать Что Они Пришли К Свету Получили Прощение Своих Грехов И Теперь Стали Праведниками Бог Является Светом Истины А Мы По Своей Природе Являемся Тьмой Наша Сущность Такова Что Мы Не Можем Не Грешить Нашей Плотью А Свет Изначально Исходит От Бога Святого И Истинного Поэтому Чтобы Быть Освещенными По Вере Мы Должны Верить В Евангельское Слово Воды И Духа Которое Было Ниспослано Нам Истинным Светом Иисусом С Самого Нашего Рождения Мы Были Ничем Иным Как Скопищем Греха Мы Грешники И Заслуживаем Наказания В Преисподней Вот Почему Мы Отчаянно Нуждаемся В Божьем Милосердии Нам Необходимо Его Спасение И Мы Должны Признать Нашу Греховную Сущность Перед Богом Должны Верить В То Что Он Сделал Для Нас И Тем Самым Получить Прощение Грехов Мы Должны Исповедаться Перед Богом Ты Прав Господь Я Не Могу Не Грешить До Самой Смерти Моя Плоть Всегда Остается Несостоятельной И Я Постоянно Грешу Но Несмотря На Это Я Праведный Человек Потому Что Я Верю В Истину Которая Говорит Что Господь Приняв Крещение И Пролив Свою Драгоценную Кровь Уничтожил Все Мои Грехи Я Благодарю Тебя Господь Я Верю В то Что Ты Сделал Для Меня Вначале Мне Так же Было Нелегко Понять Что Означают Слова Библии О том Что Иисус Взял На себя Грехи Этого Мира В то Время Я Просто Не Мог Постичь Истину Во Всей Ее Полноте Поскольку Считал Что Господь Взял На себя Грехи Мира Избавил Меня Только От Первородного Греха Я Спрашивал Себя Каким Образом Иисус Мог Взять На себя Все Мои Грехи Ведь Я Столько Грешил В этом Мире И Как Он Мог Взять На себя Грехи Моих Детей Которые Еще Даже Не Родились Это Же Полная Бессмыслица Однако Это Были Всего Лишь Мои Собственные Греховные Умозаключения Именно Потому Что Иисус Является Богом И Спасителем Человечества Все Это Возможно Иисус Сам Бог Ему Вполне Под силу Раз И Навсегда Уничтожить Все Грехи Этого Мира И мы Люди Также Были Раз И Навсегда Освящены Когда Уверовали В Евангелие Воды И Духа Которые Он Исполнил Ради Нас Дорогие Братья И Сестры Разве Нам Дано Знать Какие Грехи Мы Совершим Завтра Нашей Плотью Представьте Себе Что Вы Идете По Улице И Какой То Человек Наступил Вам На Ногу Разве Вы Не Вспылили Требуя Чтобы Он Извинился Какими Словами Вы Вы Выразили Своё Отношение К Этому Человеку Еще Буквально Какую То Минуту Назад На Вашем Лице Была Добродушная Улыбка Но В мгновение Ока Вы Вспыхиваете И Даете Выход Своей Злости За Считанные Секунды Совершая Грех И Даже Не Осознавая Этого Такова Наша Истинная Сущность Но Наш Господь Сам Бог И Он Прекрасно Знал Каковы Мы На самом Деле Вот Почему Он Заранее Взял На себя Все Наши Грехи Почти Две Тысячи Лет Назад Наш Господь Раз И Навсегда Уничтожил Все Наши Грехи Посредством Евангельского Слова Воды И Духа Завершив Тем Самым Наше Спасение Было Бы Ошибочно Считать Что Бог По-прежнему Продолжает Уничтожать Наши Грехи Словно Он Не Смог Этого Сделать Тогда Две Тысячи Лет Назад Иисус Не Занимается Поэтапным Прощением Грехов Он Не Продолжает Отпускать Их Людям До Настоящего Времени Потому Что Еще Две Тысячи Лет Назад Он Уже Даровал Спасение Всем Людям На Земле Посредством Воды И Духа И Именно Потому Что Наш Господь Уже Уничтожил Все Наши Грехи Мы Теперь Стали Безгрешными Поверия Однако Мы Все Должны Знать Следующее Наша Плоть По-прежнему Несовершенна И Несостоятельна И Несмотря На то Что Мы Родились Свыше И Больше Не Не Имеем Грехов Веруя В Евангелие Воды И Духа Но В силу Несостоятельности Нашей Плоти Мы Уже Завтра Легко Можем Совершить Грех Означает Ли Это Что Мы Снова Станем Грешниками Всякий Раз Совершая Грех Нет Не Станем И Вы Должны Понять Что Подобное Предположение Абсолютно Неверно В конце Концов Разве Наш Господь Своим Крещением Не взял На себя Все Наши Грехи Вот Уже Более Двух Тысяч Лет Назад Таким Образом Каждый Раз Когда Мы Грешим Мы Можем Признать Наши Грехи И Исповедаться В них По Верия Вознося Благодарность Богу За Ниспосланную Им Благодать Господь Хотя Я Столь Немощен И Несовершенен Я Все равно Безгрешен Потому что Ты Взял На себя Все Мои Грехи Благодарю Тебя Господь Я Возношу Тебе Хвалу Господь За то Что Ты Спас Такого Несовершенного И Немощного Человека Как Я Человек Который Верит В Евангелие Воды Воды И Духа Раз И Навсегда Получает Прощение Всех Своих Грехов Верую Верую Воды 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 Грехов Первое Фессалоникийцам Глава Пятая Стихи Шестнадцатый Восемнадцатый Он Он Также сказал, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. 2 Коринфянам, глава 4, стих 6. Собратья мои, посредством Евангелия воды и духа Иисус раз и навсегда взял на себя все ваши грехи. В послании к евреям, глава 9, стих 12 сказано. И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел в освятилище и приобрел вечное искупление. Иными словами, тот факт, что Иисус однажды вошел в святое святых, означает, что Он вошел в Царство Божье сразу же по завершении своей миссии, которую Он должен был исполнить посредством Евангелия воды и духа. Таким образом, вечное искупление Иисуса раз и навсегда уничтожившее все наши грехи, означает, что Ему больше никогда не нужно совершать Его вновь. Веруя в Евангелие воды и духа раз и навсегда, исполненное Господом, вы также можете получить прощение всех ваших грехов и войти в Царство Божье. В послании к евреям, глава 10, стихи 9-10 сказано. Потом прибавил. Сия воля означает волю Бога раз и навсегда уничтожить все грехи людей посредством Евангелия воды и духа. Здесь не сказано, что мы будем освящены единократным принесением тела Иисуса Христа, но сказано, что мы уже освящены, то есть, что Иисус уже совершил наше спасение. Принеся в жертву свое тело, Иисус уже уничтожил все наши грехи. Это и есть свет спасения. Предавая свое тело в жертву, Иисус был крещен и умер на кресте, а затем восстал из мертвых. И поэтому, веруя в Иисуса, Бога спасения, мы можем идти навстречу Господу, который есть свет. Если мы верим в Евангелие воды и духа, то Бог одобряет нашу веру, говоря, Ты прав, твоя вера истинна. Сын мой, благодаря твоей вере тебе прощаются все твои грехи. В послании к евреям, глава 10, стихи 11-18 говорится И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его, Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Асем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более, А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Что имеется в виду, когда в восемнадцатом стихе говорится? А где прощение грехов? Здесь имеется в виду, что Иисус простил нам все наши грехи, И поэтому все люди должны с радостью принимать слова Спасителя. Бог сказал, что люди, которые следуют за истинным светом, обретут вечную жизнь, веруя в то, что сделал для них Господь Иисус. Иисус принес вечную жертву, предав свое собственное тело посредством своего крещения и пролития своей крови, И он навек сделал совершенными всех тех, кто был освящен, веруя в эту истину. Вот почему, дорогие братья и сестры, как только вы становитесь праведниками, вы становитесь праведниками навек. Давайте снова обратимся к третьей главе Евангелия от Иоанна и посмотрим, что сказал наш Господь. Он сказал, Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, глава третья, стих шестнадцатый Каждый человек, который верит в Евангелие воды и духа, обретет вечную жизнь и не будет брошен в преисподнюю. А как обстоят дела у вас? Вы обрели вечную жизнь? Когда ваша вера стала совершенной? Ваша вера стала совершенной, когда вы родились свыше посредством Евангелия воды и духа. Вы родились свыше, веруя в Евангелие воды и духа, независимо от того, когда вы услышали это Евангелие. Сегодня, вчера или год назад. В то время, как Иисус уничтожил все наши грехи уже около двух тысяч лет назад, мы с вами только сейчас осознали это, получив таким образом прощение всех наших грехов. Приняв крещение от Иоанна Крестителя, пролив кровь на кресте и на третий день восстав из мертвых, Иисус уничтожил все грехи этого мира. На следующий день после крещения Иисуса Иоанн Креститель свидетельствовал о нем как об агнце Божьем, который взял на себя грех мира. Тот факт, что Иисус своим крещением от Иоанна избавил всех грешников от их грехов и пролил свою кровь на кресте, это и есть истина. Это и есть тот самый свет истины. Сын Божий пришел на эту землю, чтобы уничтожить все наши грехи водой, кровью и духом. 1 Иоанна, глава 5, стихи 4-8 Многие люди, не зная евангельской истины воды и духа, по-прежнему заявляют о том, что у них есть грех. Но есть ли хоть один грех в этом мире? Нет. Поскольку Иисус действительно взял на себя все грехи, то в этом мире на самом деле не осталось ни одного греха. Единственной причиной, по которой столько людей считают, что они имеют грех и терзаются этим является то, что эти люди обмануты сатаной. Если вы хотите избавиться от своих грехов и обрести спасение, следуйте за светом истины, неспосланной нам Господом. Мы не должны следовать придуманным самими же людьми доктринам, но должны следовать за светом евангельского слова воды и духа. Мы не должны быть заложниками наших собственных помыслов, нашей гордыни или наших пороков и недостатков, но должны пребывать в истинном свете, веруя в крещение Иисуса, который взял на себя все наши грехи и в его кровь на кресте. Будучи обычным человеком, нам нечем гордиться перед Богом, как бы мы ни старались. Мы злодейское семя и можем лишь лицемерно пытаться выдавать себя за тех, кем на самом деле не являемся. Верьте в Евангелие воды и духа всем своим сердцем, и вы станете источником истинного света. Евангелие воды и духа является тем самым Евангелием истины, в которое верили апостолы раннехристианской церкви. Родились ли вы свыше, веруя в Евангелие воды и духа, и получили ли вы прощение ваших грехов так, как тому учит Библия? Стали ли вы теперь праведниками? Дорогие братья и сестры, Библия гласит, что всем, кто принимает Иисуса и признает его своим спасителем, Бог дал право стать его детьми. Иоанна, глава первая, стих двенадцатый. Чтобы сделать нас Божьими детьми, Иисус спас нас с вами посредством Евангелия воды и духа. В Библии сказано, что Бог не спаслал Святого Духа в качестве дара тем людям, которые по вере принимают Иисуса в свое сердце. И когда Святой Дух не сходит в наши сердца, Он принимает нас как детей Божьих и свидетельствует об этом. И поскольку Дух Святой, ненавидящий грех, пребывает в сердцах верующих в Евангелии воды и духа, эти люди отдаляются от греха. Наши сердца преобразились не потому, что мы сами сделали это, но потому, что Сам Господь преобразил нас посредством Евангелия воды и духа. И наши сердца преобразились по вере. Ни один человек не освящается постепенно с течением времени. Было бы большой ошибкой считать, что через определенное время, с тех пор, как мы впервые уверовали в Христа, мы все будем неким образом освящены и станем святыми. напротив, с годами мы совершаем все больше грехов и становимся все более немощными и несостоятельными. Однако Святой Дух сошел в сердца тех, кто получил прощение грехов по вере в неспосланное Господом Евангелие воды и духа. И именно по этой причине эти люди совершают угодные Богу праведные дела и служат Евангелию. И уже совсем не подлежит сомнению тот факт, что мы не грешим не потому, что мы решили никогда не грешить, но потому, что такова воля Божья. Наши грехи были удалены от нас, когда мы сердцем уверовали в то, что Господь сделал для нас. И поэтому рождение свыше по вере в Евангелие воды и духа стало для нас продолжением духовной жизни по вере, пребывающей в наших сердцах. Сам Господь уничтожил все наши грехи и сделал нас праведниками. И мы живем по вере не благодаря нашим усилиям и стараниям, но скорее благодаря тому, что мы облачаемся в силу нашего Господа, который спас нас от всех наших грехов. Вооружившись нашей верой, мы должны восстать и сразиться против тех, кто пытается погубить и опорочить нас. Дорогие братья и сестры, родившись свыше, благодаря Евангелию воды и духа, вы должны жить под водительством пастора, который также верит в это истинное Евангелие и должны внимательно прислушиваться к слову веры. Только в этом случае вы сможете вечно наслаждаться вашим новым положением праведника и только тогда вы сможете возносить хвалу Господу. Если же напротив вы доверитесь пастору, который не родился свыше и не получил прощения своих грехов и будете слушать его проповеди даже после того, как вы уверовали в Евангелии воды и духа, вы непременно погибнете. Подобные пасторы, не будучи рожденными свыше и не обретшие спасения от своих грехов, проповедуют следующее. «Собратья мои, давайте покаемся в наших грехах, давайте покаемся во всех грехах, которые мы совершили на прошлой неделе». Эти лжецы превратно истолковав первое послание Иоанна, глава первая, стих девятый, гласящие «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Заявляют, что мы должны очищаться от наших грехов, вознося покаянные молитвы. Но на самом деле слово «исповедовать», приведённые в данном отрывке, означает, что мы должны признавать свою истинную сущность, сознаваться в том, кем мы являемся на самом деле, а не возносить покаянные молитвы, прося Бога очистить нас от наших грехов. Вы понимаете это? Истинная исповедь перед Богом должна звучать следующим образом. Господь, я снова согрешил. Господь, по плоти моей я не могу жить иначе, но я верю, что посредством Евангелия воды и духа ты спас даже таких людей, как я, и я возношу тебе хвалу за это. И когда мы подобным образом признаем, что являемся злодейским семенем и снова задумываемся над Евангелием воды и духа, то наши души становятся совершенными. Именно тогда, благодаря неспосланному нашим Господом Евангелию воды и духа, наши сердца очищаются от остатков всякого зла и нечестия. Евангелие воды и духа раз и навсегда уничтожила все наши грехи. И праведные дела Иисуса изливаются в наши сердца подобно водам реки жизни. Чистые воды этой реки полностью унесли из наших сердец все наши грехи. Это и есть ничто иное, как вера в Евангелие воды и духа. И именно это означает путь к истинному свету. Рожденные от воды и духа могут расти духовно только в том случае, если они продолжают внимательно прислушиваться к евангельскому слову воды и духа в Божьей церкви и служат Евангелию. Если мы верим в Евангелие воды и духа, но при этом едим духовную квасную пищу, то есть следуем всевозможным лжеучениям и псевдодоктринам мы непременно погибнем. Господь сказал, что если израильтяне будут есть хлеб, приготовленный с использованием закваски, они станут отверженными изгоями общества. Таким образом, после совершения пасхального обряда жертвоприношения, израильтяне в течение всей недели, пока длился праздник опресноков, ели только пресный хлеб, поскольку Бог наказал им. Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа-то истреблена будет из среды Израиля. Исход глава двенадцатая стих пятнадцатый Собратья мои, вы должны помнить, что если вы, получив прощение грехов, вместо того, чтобы внимать Слову Божьему, будете слушать слова неправды, которая есть в человеческих помыслах и выдуманных самими же людьми доктринах, вы будете отлучены от Бога. И это не потому, что Бог хочет безжалостно отменить ваше спасение, но потому, что вы сами будете пить смертельный яд и отвергать Божий дар благодати говоря, Боже, ты не смог уничтожить все мои грехи, поэтому я грешник, и именно поэтому вы окажетесь в аду. Библия гласит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него, верующий в него не осудится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Иоанна глава третья стихи шестнадцатый девятнадцатый Дорогие братья и сестры, что произойдет с теми, кто вследствие своих плотских помыслов отвергает Господню истину? Этих людей постигнет участь Иуды, который повесился на дереве. Собратья, посредством Евангелия воды и духа мы должны следовать за Иисусом, который является истинным светом. Каждому человеку, который следует слову Евангелия воды и духа перед Богом, прощаются все его грехи. И он становится праведником. Человек, который родился свыше, поверив Евангелие воды и духа, возносит хвалу нашему Господу. Именно поэтому я сейчас проповедую вам Евангелие воды и духа. В настоящее время, когда невозможно отыскать истинное Евангелие, те из вас, кто внимают евангельскому слову воды и духа, воистину благословенны перед Богом. Я призываю каждого из вас уверовать в Евангелие воды и духа и обрести прощение всех ваших грехов. Слушайте евангельское слово воды и духа, верьте в него всем своим сердцем и получите прощение всех ваших грехов. Отныне вы должны продолжать слушать совершенное слово Божье, чтобы войти в Царство Небесное. Мы возносим хвалу нашему Господу, который позволил нам обрести вечную жизнь в Царстве Небесном. И мы будем славить Иисуса во веки веков. Я от всего сердца благодарю Его. Субтитры